Объясни, пожалуйста, какой потенциал был у Пригожина в этом походе? И какие объекты он должен был бы захватить, доехав до Москвы, для реализации государственного переворота? Так, Эль Гази. Ассаламу алейкум, Тумсо. Как ты думаешь, Пригожин в состоянии совершить успешный набег на Киев из Беларуси? Если да, будет ли это эликсиром прощения для Пригожина и его банды? Четыре на четыре. Ассаламу алейкум, у Кадырова сжалась кишка. Ассаламу алейкум, рамкула баракату. Я думаю, плохо шутить так над больным человеком. Может, у него реально сейчас какие-то проблемы с кишками. Так, Эль Гази. Ассаламу алейкум, Тумсо. Как ты думаешь, Пригожин в состоянии совершить успешный набег на Киев из Беларуси? Если да, будет ли это эликсиром прощения для Пригожина и его банды? Ассаламу алейкум, рамкула баракату. Слушайте, я не знаю, я не думаю, что рейд на Киев точно так же, каким он был на Москву, что он возможен. Украинцы готовы к подобным событиям. Украинцы воюют. У них там военное положение. У них все границы полностью там укреплены. Поэтому это вообще, я думаю, что это какая-то нереальная тема. Но, насколько я понимаю, хотя ясности какой-то еще нет, но в Беларусь-то не ЧВК Вагнер уходит. Беларусь уходит Пригожин. По крайней мере, так сказал Песков. А ЧВК они возвращаются на прежние позиции. То есть, Пригожин с 25 тысячами вооруженных людей в Беларусь не уходит. И я думаю, вряд ли Лукашенко нужны эти 25 тысяч вооруженных людей абсолютно непредсказуемо. Поэтому, вряд ли стоит ожидать, что оттуда будут какие-то там чавакашники делать попытку прорыва к Киеву. Не знаю, короче говоря, это поживем увидим. Но, что касается прощения Пригожина. Если все то, что происходило, это реально попытка была государственного переворота, то нету никаких иллюзий не должно быть на тему, что Пригожин будет прощен. Я думаю, делом чести для Путина, для российских спецслужб будет уничтожение, наказание всех тех, кто причастен к этой попытке. Это однозначно. Потому что, вред, который они нанесли, и финансовый сбитый 6 вертолетов, и самолетов, вы представляете, какие это деньги. И самое главное, репутационный, его, Кадыров, Кадыров, говорю, Путин его не простит. Поэтому, я не знаю, какие у Пригожина дальше планы. Это сейчас очень странная, необъяснимая ситуация. Что там дальше они планируют? Какую роль в этом всем будет играть Лукашенко? Непонятно. В том что, эксперты, как всегда, облажались со своими прогнозами. Говорили, что Пригожину и Путину некуда отступать. Красная черта пройдена. Что это закончится смертью одного из них. И так далее. Все заглохло. Ну, здесь я понимаю этих экспертов. По логике вещей все так и должно было быть. Выглядело все именно так. Ставки были слишком высоки. Обратной дороги вроде бы не было. По крайней мере, не представлялось. И то, что произошло, вот этот вот ход Лукашенко в этой теме. Кстати говоря, для Лукашенко, да, какой это такой. Это как, знаете, это как роль Эрдогана в российско-украинской войне. Здесь он получает эти... Ну, вы же понимаете, насколько это увеличивает авторитет Эрдогана, когда он является связующим звеном, таким человеком, решающим очень серьезные глобальные такие проблемы, как, например, зерновая сделка, как обмен пленными, как освобождение азовцев. Это очень серьезная такая роль. И вот в этой ситуации Лукашенко сыграл такую, ну, конечно, в меньших масштабах, масштабах России, но, тем не менее, сыграл такую роль, которая, конечно же, вознесла его. И перед Кремлем теперь Путин, я думаю, обязан Лукашенко. Я открою тебе секрет. Дальше Пригожин поедет в Африку за алмазами. Это человек Путина. Поживем увидим, ребята. Как ты относишься к Такаеву? Какое будущее ожидает Казахстан, по твоему мнению? К Такаеву отношусь как к президенту Казахстана. Я не знаю, какое будущее ожидает Казахстан, но позиция Такаева и Казахстана в этой теме, она, конечно, не может не радовать. Такаев отстранился от российско-украинской, по крайней мере, темы. Такаев пытается, ну, даже не пытается, играет такую более независимую роль. Под Путина не ложится. То есть, ну, обратите внимание, какая огромная разница между Лукашенко и Такаева. Политика Казахстана и политика Беларуси. Совершенно разные вещи. И в этой ситуации Казахстан, он не хочет, как Беларусь, оказаться изгоем, потому что для мира, для западного мира, сегодня Беларусь и Россия, это, в принципе, одна страна, одинаковое отношение к ним. Вот Казахстан не хочет пополнить, стать третьей в этом трио. Поэтому это, в принципе, конечно, хорошо, это радует. Объясни, пожалуйста, какой потенциал был у Пригожина в этом походе? И какие объекты он должен был бы захватить, доехав до Москвы, для реализации государственного переворота? Я могу сказать, что они озвучивали их цели. То есть, они же не говорили, что они собираются произвести государственный переворот. Когда Пригожин делал это свое обращение в начале этих событий, он сказал, что целью является наказание виновных в нанесении удара. Это виновными он назвал Шойгу и Герасимова. А к президенту, мол, никаких претензий нет, все остальные будут дальше работать, мы просто типа возьмем свое и уйдем. Поэтому это то, что они говорили. Но для того, чтобы осуществить государственный переворот, обычно, как это происходит, что берется под контроль? Под контроль берутся административные здания управления государственной властью и берутся под контроль объекты связи и телевидения. Это дает мятежникам, дает возможность контроля. То есть, телевидение, если ты берешь под контроль, то уже ты вещаешь и ты лишаешь возможности вещания своих оппонентов, действующую власть, которую ты свергаешь. А это очень важный момент, чтобы в такой экстренной ситуации они не имели возможности, в действующей власти не имели возможности обращения к людям, разъяснения и так далее. Вот вспомните попытку военного переворота в Турции. Ведь тогда то, что Эрдоган смог выйти в эфир телевидения, это очень серьезно изменило сам ход. Именно Эрдоган вышел тогда в эфир и призвал людей выходить на улицы, отстаивать выбор, который они сделали. И тогда попытка этого государственного переворота военного, она захлебнулась. Поэтому, чтобы такие вещи предотвратить, сразу берут под контроль объекты телевидения, берут под контроль объекты связи, чтобы лишить их возможности коммуникации между собой, чтобы они не могли связываться. А у них, соответственно, у мятежников наоборот появляется эта возможность. Ну и, соответственно, эти объекты государственной власти, они тоже берутся под контроль. Где-то, как в качестве символа они должны браться, где-то это в принципе необходимо, чтобы те не могли как-то координироваться, управлять. А что является объектами государственной власти? Это политическая власть, Кремль, Белый дом. Это силовики, то есть здания МВД, ФСБ, Министерства обороны. Что там еще? Служба внешней разведки. Ну, Министерство иностранных дел, наверное, такие объекты тоже должны были они по логике взять под контроль. Субтитры создавал DimaTorzok